Если вы доверяете свою жизнь Богу, будьте уверены, Он поведет вас. Это тема сегодняшнего слова. Хочу вам прочитать прекрасный отрывок из 31-го псалма. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою». Данное обещание, которое сопровождается многими похожими обетованиями в Писании, утешает нас. Оно говорит нам, когда ты отдаешь свою жизнь в руки Божьей, в руки Господа, всемогущего Бога Отца, Иисуса, тогда Он будет вести тебя. Вижу, что многие христиане беспокоятся по поводу Божьего водительства. Они постоянно спрашивают себя, по которому пути нужно идти. Колеблются, боятся, им не хватает уверенности. Они забывают, что Бог сказал, буду руководить тебя, око мое над тобою. Буду вести тебя во всем. Это обещание нужно принять близко к сердцу. Тем не менее, есть определенные условия. Первое условие — неотъемлемое. Чтобы быть вводимым Богом, необходимо быть чадом Божьим. Необходимо быть христианином, рожденным свыше, принадлежать Ему. Кто имеет Христа, имеет жизнь. Кто не имеет Христа, не имеет жизни. Видите ли, важно то, что написано в Евангелии от Иоанна, первой главе, в 12 стихе. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть, то есть право, или статус, быть чадами Божьими». Слово Божье также говорит, ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Если вы Сын или Дочь Господа, Дух Святой, который живет в наших сердцах, будет вести вас. Итак, быть чадом Божьим крайне важно. Затем нужно искать Божьего водительства не только для того, чтобы избежать ошибок и страданий, не только из желания быть успешным в жизни и не пропускать правильные повороты. Нам нужно научиться любить то, что любит Он. Вот о чем говорит псалмопевец в следующих отрывках. «Господи, пути води меня в правде Твоей». В 24-м псалме он пишет «Направь меня на истину Твою». В 26-м псалме он говорит «Наставь меня на стезю правды». Далее мы видим псалом 118, 35-й его стих. «Поставь меня на стезю заповеди Твоих». И, наконец, 138-й псалом «Направь меня на путь вечный». Итак, у псалмопевца и других библейских авторов было желание не только быть Вадимами, но быть Вадимами в правде и в истине. Это то, что Бог желает видеть в нас. «Господь, я хочу попасть в цель. Я не хочу просто быть Вадимом, чтобы избежать ошибок. Я желаю попасть в цель для того, чтобы быть успешным и для того, чтобы моя жизнь была угодна Тебе». Таким был девиз евангелиста Билли Грама. Он задавал следующий вопрос. «Какова цель вашей жизни?» «Я хочу угодить Богу». Иисус сказал, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Угодить Богу — это цель, которую мы должны достичь. Это то, что должно найти отклик в нас. «Я хочу быть Вадимом Господом, чтобы угодить Ему. Я хочу быть Вадимом в Его правде и истине ради того, чтобы угодить Ему». Господь с удовольствием ведет нас. Он любит вести нас, потому что это Его намерение. Он сказал, что Его намерения и планы о нас благие, замечательные. Этот план мы часто игнорируем. Часто мы знаем лишь несколько элементов этого плана или не знаем вообще ничего. Но мы знаем, что Небесный Отец имеет благой план на каждого из нас. Жить по этому плану. Входить в этот план, который направляется невидимой рукой, это просто прекрасно и удивительно. Отправиться в приключения веры, пережить опыт веры, ходить по узкому пути, который не виден человеческими глазами, но виден глазами веры, ходить по этому пути Божьего водительства — прекрасно. Так как у Господа есть благой план для каждого из нас, мне не нужно знать все детали этого плана, но я хочу придерживаться его плана. Я хочу знать этот путь. Я очень настоятельно рекомендую, чтобы вы читали Библию в постоянстве и ознакомились с этим планом. Когда приходит время принять решение, посвятить себя чему-то и в итоге придать своей жизни какой-то глобальный смысл, хорошо иметь в своем сердце вместе с любовью к истине понимание о Божьем водительстве, которое описывается в Библии. Будем концентрироваться на Божьем плане. Будем соглашаться с его инструкциями. Вдохновляет то, что Бог никогда не теряет нас из виду. Иногда мы теряемся на этом пути, мы не понимаем, в каком направлении идти, но Бог говорит, «Я не могу терять тебя, ты не можешь исчезнуть с моего радара». В 138-м псалме написано, «Сойду ли в преисподнюю?» И там ты. Даже если мы потерялись, даже если нам кажется, что мы окончательно заблудились, Господь говорит, «Я тебя не теряю из виду». Даже если окажешься в конце земли, моя рука будет вести тебя. И это здорово. Бог всегда знает, как нас найти. Иногда Бог ведет нас окольными путями. Это пути, которые мы бы никогда не выбирали, но Бог выбирает их за нас. Эти окольные пути необходимы. Они полезны, потому что Бог планирует особенные встречи с нами. Вспомним еврейский народ. Они вышли из Египта, направились в обетованную землю, но они не пошли прямым путем. Они вернулись в пустыню и остались у подножия горы Синай в течение года, потому что там должна была произойти встреча с Богом. Они должны были встретиться с Богом, получить Его Слово. Эта встреча была просто необходима. Позвольте мне поделиться личной историей с вами. Когда подобный окольный путь оставил длинный и благоприятный след не только в моей жизни, но и в жизни всей нашей семьи. Много лет назад мы приехали на новое место служения, и нашему старшему ребенку было всего полгода, шесть месяцев. На следующий день после приезда ребенок заболел. Короче говоря, мы были вынуждены привезти ребенка в больницу. В регион, где мы не знали ни одного человека. Мы приехали в больницу, и врач был очень взволнован, так как он предполагал худшее. Понадобилось несколько дней, чтобы поставить нашему шестимесячному ребенку диагноз. Конечно, мы приезжали навещать дочку каждый день. Мы были очень обескуражены, потому что мы думали, что выбрали Божий путь. Мы думали начать новое служение именно ради Него. На нас свалилось такое тяжелое испытание. Но однажды одна женщина спускалась с лестницы в больницу. Я сидел на этой лестнице и слышал, как моя дочь вдалеке очень сильно плакала, так как ей делали поясничную пункцию. Женщина прошла мимо меня, но вдруг остановилась и повернулась ко мне. Она посмотрела на меня и спросила, «Вы же Вольтер Занзен?» Она узнала меня, хотя я ее не знал. Она произнесла мое имя и в этот момент была исполнена состраданием по отношению ко мне и к моей семье. В этот миг эта незнакомая женщина была преисполнена невероятным состраданием по отношению ко мне и к моей семье. Благодаря тому тяжелому испытанию, которое мы проходили с этого момента, эта женщина, которая меня узнала, она была из церкви, но я еще не был знаком с ней, стала бабушкой нашей семьи. Она помогала нам и ухаживала за нашими детьми на протяжении более 15 лет. И это было просто невероятно. Когда вы доверяете Богу свою жизнь, отдаете ее в его руки, Он заботится о вас, даже в те моменты, когда вы не понимаете, что происходит. Господь всегда знает, как направить нас. У нас нет времени дальше углубиться в эту прекрасную тему о Божьем водительстве, но хочу завершить следующим мыслью. Бог всегда ведет нас так, чтобы мы могли принести плод. Мой опыт принес плод. Божие водительство приносит плод в нашу жизнь, для того, чтобы мы могли делиться своим опытом с другими людьми. И я уверен, что у вас есть много чем поделиться. Не упускайте эту возможность. Другие люди должны услышать вашу историю. Она будет благословением для них. До скорой встречи. Не забудьте, что когда вы доверяете свою жизнь Господу, Он заботится о вас и ведет вас. Наставлю тебя. Буду руководить тебя. Око мое над тобою. Редактор субтитров А.Семкин